Здравствуйте, я очень рад вас видеть. Честно говоря, в общем, никаких ничего не ожидало такого количества народа. Надеюсь, что это, так сказать, не объясняется не только обычным фуршотом, но и еще какими-то обстоятельствами более литературного свойства. Значит, сейчас мы тогда все это начнем. А начнем мы вот, наверное, с чего? Вчера умер Антон Иносик. Я думаю, что большинство людей, которые здесь сидят, известно это имя, известно его масштаб этой личности, известно масштаб его деятельности. Я прошу вас, просто прочтите его позицию. Спасибо. Ну, я не готовил никакую специальную программу. Я, собственно, решил, что поскольку стихи эти, это стихи, в общем, за почти 40 лет, как бы даже больше, с учетом множественного стихотворения моего занятия, значит, этим бизнесом, вот, я просто их буду, я решил, что на каждый год я прочту по два стишка, и, наверное, это получится вроде бы как бы, ну, такой нормальный формат для вечера считается полтора часа. Я надеюсь, у них уложится, если нет, ну, я просто скорректирую уже по ходу. Да, так получилось, что, значит, свои стихи написаны до определенного момента, ну, где-то, наверное, до начала нулевых, видимо, годов, я практически, по-моему, наизусть. А потом другим мне уже придется как-то, значит, заглядывать в текст, и, может быть, это чуть замедлить. Ну, наверное, мы начнем. Своё первое стихотворение я писал в 1963 году. Выобразите. Звучало оно так. Он тихо умер на рассвете, вдали от Бога и людей. Светило солнце, пели дети, а мы-то струем и дождей планета мерно совершала свой долгий повседневный путь. Я, значит, что стремимся так серьезно абсолютно, со всей, значит, серьезностью присущей шестнадцатилетнему человеку. Вот, я дописал это место и закончил. Ничто страдает, что не мешало, спокойно ноги притянули. Вот, и это, как бы, собственно, видимо, и положило это сказать. Вот тогда этот алгоритм тогда и сформировался сам собой. Всё остальное, что я потом делал, наверное, можно привести, свести к этому. К сочетанию, так сказать, там, псевдо-трагического и смешного. Ну, в общем, как-то так. Позже человек надолго замок. Я счастливо, значит, там миновал какой-то период юношеской лирики. И никак там, слава Богу, не отметился никому не будет. Вот, а следующее стихотворение я написал уже много позже. И было это, сейчас скажу, как ком. Было это уже, дай Бог памяти, В 1978 году, спустя 15 лет. Называется оно «Хозяйки на заметку». Название придумал много позже. Звучит оно так. Нас ебут, а мы крепчаем. И того не замечаем, что покуда нас ебут, годы лучше идут. После чего оказалось, а вот это ладно, лучше потом. А потом, значит, долгие 11 лет прошли до того момента, когда я написал, ну, свое по-настоящему такое уже первое стихотворение. И потом оно было опубликовано вообще. И с этого начался еще моей литературной карьеры. Так, смотрим, смотрим. Ага. Странный гость назывался он. Как-то утром за обедом засиделся я с соседом, что живет со мной рядом на другом конце страны. Был сырой осенний вечер, зимней скукою отмечен, но вплетались краски лета в синь зеленой белизны. Не в преддверии весны. Помню темы разговора, были тези Керкер гора, явление, как гора на движение светил. Мне в беседу прихотливо извивалось, и надела обстановка, клематило, и сосед был очень мил, он практически не пил. Кстати, теперь не посвящен Андрею Кучаеву. Словом, было все прекрасно, но, однако, не напрасно. Я от тяжести неясной все избавиться не мог. Тишину моей гостиной вдруг нарушил очень длинный и достаточно противный электрический звонок. Кто вступил на мой порог? Кто же этот гость нежданный, что с настойчивостью странный в этот вечер стоит туманный, нарушает мой покой? Это кто возник из ночи и на кнопку давит очень? Неужели на мерзавца нет управы никакой? А милиция на кой? Звон меж тем раздался снова, что за наглость право слова, и, нахмурив бровь, сурово повернул я ключ в замке. Передо мною на пороге, неулыбчивый и строгий, вырос странник одинокий в сторонодном сюртуке с черной птицей на руке. Позабытые страницы мне напомнил образ птиц, облик птицы. Утлой памяти границы вдруг раздвинулись на миг. Вспомнил я, все это было, дальше идут кавычки, мрак, декабрь, ненасти было. Кавычки скрываются. И как будто из могилы доносился хриплый крик, вызывавший нервный тик. Уловив мое смятение, он шагнул вперед из тени. Извините, вы, Иртенев, у меня к вам разговор. Мой кисет, увы, не прочен, а табах дождем подмочен. Что вы курите, короче? Я ответил, беломор. Боже мой, какой позор! Прошептал нас с возмущением и, обдав меня презрением, устремился по ступеням. Темной лестнице во двор, хлопнув дверью, что из мочи из подъезда вышел, прочим, и исчез. Но с этой ночью не курю я беломор никогда, он навермор. Игорь, скажите, пожалуйста, Белая, вот передо мной часы, они идут же, потому что, вот, свиней, да? Я могу по ним ориентироваться? Сейчас 10 минут, да? Нет, не надо. Не надо по ним ориентироваться. Они, они свои... Они вообще не относятся, что с тетущего моля. Часы-то вложите. Я там забыла. Телефон вложится, там рейтинг. Вот смотрите. Телефон, да, Белир. Читайте, не читайте. Долистом не забыла. Да вот, не надо, потому что меня потом не остановишь, что ли? Вот. Вот, на то и надежда. А где мы намер? Сейчас, сейчас, запиши, так секундочку. Мы подскажем, когда метро закрывается. Когда что? Когда метро закрывается. Когда магазин открывается. Давай, Телефон, давай, я его... Обезвредил, как мне-то, да? Ты нашел доверенное лицо, неумеренно выводство. Ну, значит, да. Это было стихотворение, да, это было стихотворение Странный гость, это 79-й год. И что у нас будет еще в 79-й год? Чем было бы много, чем отмечено, но стишок, как бы, всего один. Из тех, что я включил. Из тех, что буду сегодня читать, вернее. Сияло солнце над Москвой, была погода хороша, и наслаждалась и покоем моя уставшая душа. Внезапно сделалось темно, затрепетали занавески. В полуоткрытое окно ворвался ветер, выдох резкий. На небе молния зажглась, и долго там себе горела. На вечернем воздухе, кружась, по небу кошка пролетела. Она летела, словно птица, в сиянии грозовых огней Над изумленную столицей, великой родинами ей. По ней стреляли из зениток подразделения ПВО. Но на лице ей я, угрюм, у меня отразилось ничего. И, пролетая над Арбатом, к себе вниманием горда, Она их обложила матом и растворилась без следов. Вот, а вот уже и восьмидесятый пошел. Какая страшная картина, какой порыв, какой накал. По улице бежит мужчина, в груди его торчит кинжал. Постой, постой, мужчина резвый, умерь, стремительный свой бег. Во след ему кричит нетрезвый, в измятой шляпе человек. Не для того тебя рожала на Божий свет, родная мать, Что бегать по Москве с кинжалом, и людям отдых отравляется. Нет, вот, вы знаете, вот здесь все, будет желание, просто пойдем похлопать, Потому что много, действительно, не имеет смысла, там, лишний раз отбивать ладонь. Значит, скромность. На семье висит картина, холст обрамленный в багет. Нарисован там мужчина, тридцати, с немногим лет, у него густые брови и холеные усы. Он отменного здоровья и невиданной красы. На груди его медали, в честь бесчисленных побед. Да, друзья, вы угадали. Это мой висит портрет. Вот, значит, мы этим... Да, сейчас же гады не будут объявлены, значит, следующие, как бы, скажи, следующие два стихотворения на следующий год. Так что, значит, восемьдесят первые, да, что же сами, считайте, если это интересно. Что за ужас, ай-яй-яй, мчится под гору трамвай, а за ним бежит, вожатый с головой в дверях зажатый. Вышел он на остановке, чтобы выпить газировки. Очень жажду иногда удаляет нам вода. В это время тормозали у трамвая, отказали, или кто-то шутки ради подтолкнул беднягу сзади, только сходу взяв разгон, сам поехал вдруг в вагон. И за ним со страшным топом, не допив стакан с сиропом, но в руке его держа, наш вожатый побежал. И вот бежит он за трамваем, вешанным ветром, оливаем и у самого кольца не стигает бедлеца. Головой бодает дверь и ревет, как дикий зверь. Граждане пассажиры своевременно и правильно оплачивать свой проезд. Не имеющие разменные монеты, покупайте абонементные книжечки. Удивились пассажиры, ты чего кричи, служи. Опустили мы монеты, оторвали мы билеты, едем тихо, честь, почестье, на своем законном месте. И вообще ты кто такой, чтобы тревожить наш покой? Мы тебя не знаем даже, мы вожатому все скажем. Тут вожатый входит вражь, я кричит, вожатый ваш. Вышел я на остановке, чтобы выпить газировки, Но пока я сдачу брал, от меня трамвай удрал. И от Левовских ворот я бежал, смеша народ. Я догнал вас еле-еле, рад, что все вы уцелели. Все прекрасно, но теперь я прошу открыть мне дверь. В вожатых, как известно, есть положенное место. И прошу меня понять, я спешу его занять. Обещаю, что кабину я отныне не покину. Газированную воду позову на три года И даю себе за рог пить один морковный сок. Тут старушка рядом с кассой говорит приятным басом. Мы тебе, вожатый, верим, мы тебе откроем двери. Ты внутри трамвая нужен даже больше, чем снаружи. Раз уж ты частично здесь, так и быть присутствует весь. Но когда уйдешь трамвай, больше рот не разделай. Меня зовут Иван Иванович, мне девяносто восемь лет. Я не снимаю брюки на ночь и не гашу в уборный свет. Я по натуре мирный житель, но если грянет вдруг война, Надену защитный китель, груди пришпил ордена И в нижнем ящике буфета, где у меня военный склад, Возьму крылатую ракету. Ужок проклятый супостат, ее от пыли отряхнул, Стабилизатор подогнул, Взложенный тетиву тугую, Послушный лук согнул в тугу, А там пошлю, но удалую, И горе нашему разу. Секварение называется «Это кто?» Это такая считалочка для одного человека. Это кто такой красивый вдоль по улице идет? Это я такой красивый вдоль по улице иду. Это кто такой везучий кошелек сейчас найдет? Это я такой везучий кошелек сейчас найду. Это кто такой проворный кошелечек подберет Это я такой проворный кошелечек подберу Это кто его частюля аккуратно оботрет Это я его частюля аккуратно оботру Это кто его откроет от волнения чуть дыша Это я его открою от волнения чуть дыша Это кто такой наивный не найдет там ни гроша Это я такой наивный не найду там ни гроша Это кто такой поникший вдоль по улице идет, это я такой поникший вдоль по улице иду, это кто свою находку тихо за угол кладет, это я свою находку тихо за угол кладу. Вообразите, это 82-й год, за это стихотворение Павла Николаевича, его вызывали на горком Комсомола, это Андрюшик. Вообразите себе, вот это сейчас время уже делает петлю, и мы уже почти вплотную к этому подошли сейчас. Ему, значит, вклеили на горком Комсомола, кстати, но перед тем, как прийти в Московский консомольец, он был первым секретарем Краснопресенского горком ВКС. Вот, значит, Паша ставили пистон, значит, соответственно, Паша вызвал на ковер Львова Новоженова, в отделе которого я работал, значит, и ставил пистон в Леве, вот. И от меня требовали, значит, извинения, а я, как потом написал на ковер Львову, а я так нашлупился, значит, в пол, и нет, не сдался больше, не извинился. Хотя было, конечно, за что извиниться, как кошелек нашел, делал серьезно практически, статья практически. По улице идет автобус, в нем едет много человек, у каждого свои заботы, судьба у каждого своя. Вот инженер-строитель, он строит для людей дома, и в каждый дом, что им построен, души частицу он вложил. А рядом с ним в большой зюдвестке отважный едет китобой, он кашелотов беспощадно разит чугунным гарпуном. А рядом с ним стоит рабочий, его глаза огнем горят, он выполнил четыре нормы, а захотел бы смог и шесть. А рядом женщина рожает, еще мгновение и родит, и тут же ей уступит место для пассажиров, что с детьми. А рядом футболист известный, с богиней Никою в руках, под иберийским жарким небом, ее он в честном взял в бою. А рядом продавщица пива с косою русой допят, она всех пивом напоила, и вот теперь ей хорошо. А рядом в маске Деда Мороза коварно едет контролер, где ее надел он специально, чтоб всеми узнанным не быть. Но этой хитрой уловкой он не добьется ничего, поскольку есть у всех билеты, не исключая никого. Вот землекоп траншею роет, вгрызаясь в грунт за пятью пять, то пыль с олба стряхнет порою, то потную откинет. Прядь русоволосый, конопатый, предрасположенный к вину, сжимая верную лопату, кряхтя уходит в глубину. Вот он в земле почти по шею, вот он совсем пропал из глаз, растет и ширится траншея, такая нужная для нас. А завтра утром в час рассветный сюда он явится опять, и будет столь же беззаветно ее обратно засыпать. О, Русь, загадочная Русь, никак к тебе не разберусь. Забыто у вас следующее вторение за вас. Вы играли на рояле, тонкий профиль наклоня, но вы меня не замечали, будто не было меня. Из роскошного стэнвэя дивных звуков нес сырой, я стоял благоговея перед вашей игрой. И все то, что в жизни прежней испытать не довелось, в этой музыке не здешней страшным образом сплелось. Плелось страсть, надежда, горечь, радость, жар любви и лед утрат, отрезвонившая младость, наступающий закат, слезы брызнувшие пряча. Я стоял лицом к стене и забытый вальс собачий рвал на части душу. Я, Аллу, люблю Пугачеву, 80-х год, когда словно тополь стройна, в неброском наряде парчевым выходит на сцену. Она, когда к микрофону подходит, когда его в руку берет и песню такую заводит, которая вряд ли умрет. От диких степей Забайкалья до финских незыблемых скал найдете такого едва ли, кто песню бы эту не знал. Поют ее в шахтах шахтеры, и летчики в небе поют, солдаты поют, и матросы, и маршалы тоже поют. О чем эта песня не знаю, но знаю, она хороша, она без конца и без края, как общая наша душа. Пою я, и каждое слово мне сердце пронзает иглой. Да здравствует Аб Пугачева, а все остальное долой. Отец и сын. Скажи мне, отец, что там в небе горит ночной озаряя покров? Не бойся, мой сын, это метеорит, посланец далеких миров. Я слова такого не слышал, отец, и мне незнакомо оно. Но чувствую свету приходит конец, и стало быть, нам заодно. Не бойся, мой милый, авось пронесет, не даст нас в обиду Господь. Он наши заблудшие души спасет, а если успеет, и плоть. А вдруг не успеет? Отец, я дрожу, сковал меня гибельный страх. Уж больно ты нервный, как я поближу, держи себя, сын мой, в руках. Отец, он все ближе, минут через пять наступит последний парад. Не в силах я больше на месте стоять, настолько здоровый он гад. Не бойся, мой сын, я когда-то читал, теперь уж не помню когда, что это всего лишь железный металл, отлитый из вечного льда. С небесным железом отец не шути, с обычным-то шутки плохи. Я чувствую, нету другого пути, давай крованем в лопухи. Какие, мой сын, да он тебе за бугром отсюда шагах двадцати. Да что ж ты стоишь, разроди тебя гром, нам самое время идти. Скажу тебе, сын, как тунгус у тунгус, чем шкуру спасать в лопухах. Я лучше сгорю, как последний янгус, и ветер развеет мой прах. Найду себе гибель в неравном бою, прости, коли был я суров. Дай, сын, на прощание мне руку твою. Как знаешь, отец, будь здоров. Гляжу в окно, какое буйство красок, пруд синий, лес зелен, небоском голуб. Вот стадо гонит молодой подпасок, во рту его золотой сияет зуб. В его руках спидола, именная награда, за любимый с детства труд. Волшебным звуком, трепетно вынимая, ему осли животные идут. На береге водоема плачет ива, плывет по небу облаков гряда. Симптом демографического взрыва белеет аист в поисках гнезда. Молодые девы пестрым хороводом ласкают слух, а также тешат глаз. Все это в сумме, дышит кислородом, а выдыхает углекислый газ. Сихтория называется, это уже 86-х год, сихтория называется «Про Петра. Опыт синтетической биографии». С ним связана такая история. В общем, у меня действительно есть какие-то, некоторое количество небольших стихов, пиша которые я начинаю смеяться уже по ходу, так сказать, написания. Вот когда я писал эти хитроры, мне в какой-то момент это становилось смешно. А дальше мы его читали. Был какой-то вечер один из первых клуба поэзии, знаменитых, где мы выступали. По-моему, это был весь наш бой сад Баумана. И вот мы начали его, я начал его читать, и где-то на второй строфе, значит, я просто заржал, не смог дальше читать его. Дальше, значит, дальше взял Женя Бунимович и стал, значит, он продолжался тоже две строфы, и как-то его снесло там. И третий, я уж не помню, то ли это Агравов был веру, то ли кто-то еще тоже не смог. В общем, короче говоря, мы общими усилиями еле-еле статворим Десиной до конца. Сейчас она уже не кажется, конечно, таким смешным, а тогда, но как-то действительно, видимо, сильно отличалась от всего, что печаталось вокруг. Итак, про Петра опыт синтетической биографии. Люблю чайковского Петра, он был заядлый композитор, великий звуков инквизитор, певец народного добра. Он пол России прошагал, был бурлаком и окулистом, дружил с Плехановым и Листом, ему позировал шагал. Он всей душой любил народ, презрев чины, ранжеры, ранги, он в сакли, чумы и еранги входил, простой, как кислород. Входил, садился за рояль и, нажимая на педали, в такие уносился дали, какие нам постичь едва ли. Но точно зная, что почем он не считал себя поэтом, и потому писал дуплетом с Модестом, так же и Личом. Когда ж пришла его пора, что в жизни происходит часто, осенним вечером ненастным не досчитались мы Петра. Похоронили над Днепром его подзвуки канонады, и пионерские отряды давали клятву над Петром. Прощай, Чайковский, наш отец, тебя вовек мы не забудем, спокойно спи на радость людям, нелегкой музыке творец. А вот еще одно стихотворение, а в свое время, значит, покойное уже мнение Кирилла Владимировича Кавайджи, замечательный поэт и прекрасный такой литературный педагог, у него был семинар, известный, что его семинар был в Москве, откуда весь этот, значит, авангард практически, ну не весь, конечно, очень многие оттуда вышли. И, значит, он в свое время, а он был заводелом критики в журнале «Юность». И вот Кирилл пробил, значит, такую публикацию, испытательный стенд, она была в двух номерах, в двух подачах, и там печатались, там уже, значит, двумя с нами Леша Парчиков, и Саша Еременко, и Нина Искренко, и Володя Друг, там и многие замечательные арабов, и другие замечательные поэты, когда он сейчас уже просто, так сказать, такие, в общем, почти классики кто-то уже, вот, и я напечатал там, у меня была там приличная подборка, и в том числе я, значит, напечатал там один стишок, вот, который Кирилл отобрал, и который вызвал совершенно какую-то дикую читательскую, возмущенную почту, почту, значит, там какие-то мешки писем были по этому поводу, что-то время звучало так, оно называется «Моя Москва», я, Москва, в тебе родился, я, Москва, в тебе живу, я, Москва, в тебе женился, я, Москва, тебя люблю, ты огромная, большая, ты красивая и сильная, ты могучая такая, в моем сердце ты одна, много разных стран я видел, в телевизор наблюдал, но такое, как ты не видел, потому что не видал, где бы ни был я повсюду, но нигде и никогда я тебя не позабуду, так и знаете, господа, вот, ну, народ тогда, в общем-то, принято было писать в редакции, вот сейчас, как-то же, эта традиция, так сказать, пересохла, в общем-то, к сожалению, а люди тогда, в общем, вот сейчас они, так сказать, там пишут только жалобы на кого-нибудь, а тогда они просто, вот, да, вот на меня, в частности, значит, страшно катили телегу, что вот такую графоманную печатают, и редакция как могла обрекаться по этому поводу, но все-таки журнал, к счастью, не закрыли, но потом там сам разделился, и, значит, и, да, вечно не так. Да, значит, значит, вот это, я много стихов, значит, писал по таким горячим событиям, просто, что-то произошло, и даже потом мне как-то в это вошло, потом я уже стал за эти деньги получать, вот, а когда-то я просто совершенно таким чувством гражданина бескорыстно вдохновлялся, вот, не потом, когда я такой же продажный сволочий стал, вот, а вот тогда действительно что-то происходило, и у меня в настоящем, я тут же это и, да. Яроплан летит германский, сто пудов сплошной брони, от напасти бусурманской, Матерь Божия, сохрани, кружит, кружит нечестивый над престольной в небеси, отродясь такого дивы не видали на Руси, не боится сила злая, никого и ничего, где ж ты, троица святая, где родное ПВО, где же ты, святой Егорий, или длинное твое православие на горе затупилося копье? Кружит адово страшило, ищет, где пловчее сесть, Клим Ефремович Ворошилов, заступись за нашу честь, острый шашкою своею, порази врага Руси, чтоб не смог у мавзолея супостата раскрыть шасси, а и ты, Семен Буденный, поперек твоей вдоль, ты не бит был, первый конный федеральный канцлер Коль, не шликнять, во время она у Европы на виду, или не ты крошил тевтон на чуском неслабом льду, но безмолвствует герою крепок их могильный сон над притихшей Москвой тень простер Армагеддон. «Не ходи, Суворов, через Альпы», говорил ему Наполеон, «там твои орлы оставят скальпы, у меня там войско, миллион, говорю тебе я как коллеги, как стратег стратегу, там твои померзнут, печененьки на конфуз российскому царю, знаю, ты привык в бою жестоком добывать Викторию штыком, но махать под старость Альпельштоком нужно быть последним мудаком, но упрямый проявляя норов в ратной сформированной борьбе Александр Васильевич Суворов про себя подумал «Хрен тебе!» и светлейший грямов, как из пушки, так что оборвалось все внутри. Солдатушки, бравые ребятушки, чудо вы мои, богатыри, нам ли узор патра бояться, Бог не выдаст, не сожрет свинья? Где не пропадало наши братцы, делай православные, как я, и знаменем осенившись крестом, граф Паскону первым заскользил. Этот миг на полотне известным Суриков как мог отобразил, так накрылась карта Бонапарта не за грошек, пардон, не за сантин. С той поры мы в зимних видах спорта делаем француза, как хотели. А следующий сценарий тоже имеет свою предысторию. Ну, это 80, наверное, уже не помню, какой был год. Наверное, да, 80-100, пожалуй. Короче говоря, тогдашний президент, значит, США Рональд Рейган во время своего, по-моему, раз в месяц, это было такое обращение к нации, он в студии, значит, не зная, что включен микрофон, но решил так по-актерски пошутить просто и сказал, что я отдал приказ бомбить империю зла, но сказал, что микрофон включен в этот момент. И легкий, значит, биржевой кризис в этой связи разразился. И тогда я, значит, написал ответ на это, значит, на империю зла. Нет, мы империя добра, а не империя мы зла, как мы тут слышали вчера-то дна, вот тут мы козла, не будем называть страну главой которой... Да, называется он наук на выдохе. Не будем называть страну главой которой был козел, мечтавший развязать войну от наших городов и сел, чтоб не осталось со следа, но мы ему сказали нет, и он был вынужден тогда, чтоб свой спасти авторитет козлиный. С нами заключить один известный договор, который должен исключить самовозможность всякий спор решать насильственным путем, а нам такой не нужен путь, поскольку к миру мы идем, а если вдруг когда-нибудь другой козел захочет вдруг с пути нас этого свернуть, ему мы скажем, знаешь, друг, вали, откуда он пришел, и он отвалит, тот козел. Практически это сейчас уже стилистика, в общем, то, что озвучивает Захарова, примерно спикер МИДа. Да, но в основном они эту стилистику сейчас, так сказать, внятно совершенно усвоили. Я шел к Смоленской по арбатам, по стороне его, по правой, и вдруг увидел там Булата, он оказался окуджалый. Хотя он выглядел не старо, была в глазах его усталость, была в руках его гитара, что мне излишне показалось. Акан Арбатского асфальта шел в направлении заката, на мостовой крутили сальто, два полуголых акробата, долговолосые питы слагали платные санеты, в одеждах диких кришнаиты, конец предсказывали света, и женщины, чьи род занятий не оставлял сомнений теме, раскрыв бесстыжие объятия, сулили гражданам забвения. Ужели о том звенели струны моей подруги либеральной, воскликнул скайп, меча Перуны в картины адрес аморальный, был смех толпы ему, ответом ему, а бласканому небом я был товарищи при этом, но лучше б я при этом не был. Если вы уже налюбовались, мы не познакомим, тогда я с вашей разрешения. Ну такая московская зарисовка, это тоже как, как вы поймете, начало девяностых. Вот человек какой-то мочится в подъезде дома моего, ему, наверное, очень хочется, но мне-то, мне-то каково. Нарушить плавное течение его естественной струи не позволяет убеждения гуманитарные мои. Пройти спокойно мимо этого не в силах я как патриот. Что делать? Кто бы посоветовал, но вновь безмолвствую народу. Гуляли мы по высшей мерке, ничто нам было нипочем. Взлетали в небо фейерверки, лело шампанское ручьем. Какое время было, блин, какие люди были, что-то. О них не сложено, блин, зато остались анекдоты. Какой вокруг расстрел дизайн, какие оперы лобали. Каких нам не открылась тайн, какие нам открылись дали. Какие мощные умы дарили путь к каким идеям. А что теперь имеем мы? А ничего мы не имеем. Поймали арабы-еврея и стали жестоко пытать. А ну говори нам скорее, как звать тебя мать-перемать. Хоть скажешь, дадим тебе злато, оденем в шелкай и парчу. Подарим портрет Арафата. Короче, гуляй, не хочу. Не скажешь, живым не надеется тюремной покинуть подвал. Но имя героя иудейский Сиону врагам не назвал. Молчал до последнего вздоха, как те не пытали его. Он эрт выговаривал плохо и очень стеснялся. Я раньше был моторный хлопчик. Хватал девчонок за трусы, но простудил однажды копчик в интимной близости часы. Недвижность мною овладела за место прежнего огня. Ах, где вы, где вы, где вы? По что покинули меня? Весь горизонт в свинцовых тучах, где столб был ясно, стоит горшок. Умщался фрикций, рой летучих, веселый петтинг, петушок от кукареков шестновеки вот-вот начнет околевать. Подайте, граждане, калеки, положите девушку в кровать. Баллада о гордом рыцаре. За высоким зазабором гордый рыцарь в замке жил. Он на все вокруг с прибором без разбора положил. Не кормил казну налогом, на турнирах не блистал и однажды перед Богом раньше времени предстал. И промолвил вседержитель, смирив взглядом гордеца. С чем явился ты в обитель вездесущего отца? Есть каналы, по которым до меня дошел сигнал, что ты клал на все с прибором? Отвечает рыцарь. Клал. Клал на ханжеский декорум, на ублюдочную власть. И отфилим с окулором собираюсь дальше класть. Сохранить рассудок можно в этой жизни только так. Бренна плоть, искусство ложна, страсть продажна, мир бардак. Не привыкший к долгим спорам, Бог вздохнул. Ну что ж, иди, хочешь класть на все с прибором? Что повелаешь, клади. Отпускай, дерзкий сын, и я тебе гордыня грех. С чистой совестью отныне можешь класть на все и всех. И на том визит, и на том визит свой к Богу гордый рыцарь завершил, и в обратную дорогу, помолившись, поспешил. И в земной своей ее доле, до седых, до живых годов, исполнял он Божью волю не жалеючи трудов. В одном практически шнурке да с носовым платком из дома выйду, налегке я замыслом далеко. Ступая с пятки на носок, пойду за шагом шаг, мину лужок, сверну в лесок, пересеку овраг, и где-то через две строки, а может одну, на берег выберусь реки, в которой утону. Меня накроет мутный ил в зеленой глубине, и та, которую любил, не вспомнит обо мне. Какой кошмар пойти ко дну в расцвете зрелых лет, нет, я обратно разверну свой гибельный сюжет. Мне эти берег и река нужны, как греки рак, неси меня, моя строка, назад через овраг. Преодолей в один прыжок бездарный тот кусок, где прежде, чем свернуть в лесок, я миновал лужок. Верни меня в родимый дом, откуда налегке ущербным замыслом видом поперся я к реке взамен того, чтоб в холодке колеблем сквозняком висеть спокойно на шнурке, прикрыв лицо платком. Такая красноармейская, лирическая, охотная. Встретил как-то раз девицу я в саду среди ветвей. Хватил за ягодицу, так и так, мол, будь моей. Называй любую цену, я за ней не постою, хошь в шелка тебя, одену, хошь в сосиску напою. Отвечает дева юная, не губи, прошу добром, не отдам тебе иммунодефицитный свой синдром. Я еще в начальной школе тот синдром приобрела, и с тех пор его для дроли все хранила, берегла. Сохраняла, что есть мощи, не дотрогаю, росла, и до первой брачной ночи донесла, не растрясла. А как свадьбу мы сыграли, так наутро мил дружка в красную армию забрали, в регулярные войска. Служит милый на границе, служба движется к концу, и ему ночами снится все, что следует бойцу. Стыдно стало мне, ребята, застучала кровь в висках, ведь я сам давно, когда-то, я служил в погранвойсках, и родимая сторонка также снилась мне во сне, и ждала меня девчонка, и хранила верность мне, и, простившись с недотрогой от стыда едва живой, я пошел своей дорогой, путь дорожкой половой, а она осталась сзади в скромной девичьей красе. Нет, не все девчата, блядь, в нашей средней полосе. Весь объект тоской вселенской и покорнся в судьбе, возле площади Манежной я в троллейбус сяду, бе, слезы горькие не лейтесь, сердце бедное молчи, ты умчи меня, троллейбус, вдаль туманную умчи, чтобы плыл я невесомо мимо всех, кого любил, мимо тещиного дома, мимо дедовских могил, мимо сада-огорода, мимо яловских ворот, выше статуи свободы, выше северных широт, выше площади Манежной, выше древнего Кремля, чтобы исчезла в дымке нежная эта грешная земля, чтобы войти в черток твой Божий, сбросив груз мирских оков и не видеть больше рожи этих блядских мудаков. Ну, дальше вот стихотворение, как бы одна из моих нескольких визитных карточек. Единственное, о чем должен попередить, там, значит, такая совершенно завораживающая сумма, которая там фигурирует в качестве рефриана, она, поскольку она написана, по-моему, в году 92-го, значит, когда была гиперинфляция, значит, это, собственно, какие-то были сумасшедшие нули, ну, где-то, короче, чтобы было понятно, в твердой валюте, в долларах это было, может быть, 3-4 доллара, чтобы понятно было. Мне для Алки ничего не жалко, кто бы там чего не говорил. Я недавно Алке зажигаваку за 15 тысяч подарил, чтобы сумела Алка искру высечь, от которой можно прикурить. Мне пришлось из-за 15... Не смотрю на меня так. Мне пришлось из-за 15 тысяч зажигалку эту подарить. Приобрел я зажигалку эту по такой неистовой цене, чтобы прикурившись сигарету вспоминала Алка обо мне. На свои купил, на трудовые, те, что получил за этот стих. Бабки, прямо скажем, ломовые, Алка, прямо скажем, стоят их. Не боится! Как хорошо, что мы успели. Мы же могли и опоздать. Как хорошо, что все не съели, и даже было что поддать, и что положено вручили, Их был к столу допущен всяк, как хорошо, чтобы проскочили, могли бы и мордой об косек. Мужчины к женщине приходят, снимают шляпу и пальто, и между ними происходит, я извиняюсь, черт-те что. Их суетливые движения, их крики дикие в англе, не ради рода продолжения, но ради жизни на земле, и получив, чего хотели, они, уставившись в потолок, лежат счастливые в постели и пальцами шевелят мелко. Это стихотворение посвящено Татьяне Догеле. Татьяна Догеле была в то время женой моего хорошего друга Михаила Мишина. Вот, и я почему-то, короче говоря, значит, уж не помню, почему я решил не посвятить это стихотворение. Да, там фигуре женской области, что почему-то, собственно, наказаться Татьяне Догеле. На что 154 смекалки русской буйный плод на территории Сибири вершил свой плановый полет. Под самолетное гудение в момент набора высоты я погрузился в сновидение, где фигурировала ты. И лишь в него я погрузился, как вдруг, буквально, как живой, явился и не запылился мне незабвенный облик твой. Короче говоря, стихами наполнен, так сказать, лету, дыша французскими духами, возник он прямо на борту. Являя всю себя народу, ты внешних данных не тая, передвигалась по проходу. Скоба халитерации маятки. Да, надо сказать, что Татьяне в этот момент только что родила с дочкой. В руках неопытно держала младенца ты не тем концом, и что-то смутно выражала своим неправильным лицом. В подобном положении каждый из нас бывал тогда, когда... Нет, в подобном... Сейчас, я найду, ну что... Сейчас, 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 вот и сбился, наконец, сейчас, найду. Ага, сейчас. Стареет, Ямамото, ты, видите? Да ладно. Да что вы? Раук, все, так надо. С подобным выражением каждый смотрел на мир тогда, когда бывал он матерью, однажды или хотя бы иногда. Турбины мощные шумели, пилот в руке сжимал штурвал, в салоне плакали и пели, и кто-то даже вышивал. Лишь я один не шевелился, боясь спугнуть волшебный сон, пока он с глаз моих не скрылся, в другой проследовав салон. Как жаль, что в некогда могучей, в единой, некогда стране подобное материнство случай увидишь, разве что во сне. Какой же будет такой? Это вот черта знает. А, это можно посмотреть, а что, это 95-й, по-моему, да. Да, продозированный, кстати. Уход отдельного поэта не создает в пространстве брешь. В такой большой стране, как это, таких, как мы, хоть жопой ешь. Не лейте горьких слез, мамаша. Жена не бейся об порохе. Тот, кто придет на место наше, создаст вакансию в свой срок. И снова натуральные слезы, транспортировки, скорбный труд, друзей, искусственные позы, шопен опять же тут как тут. Но не прервется эстафета, и к новому придет витку, в такой большой стране, как это, смотри четвертую строку. И новым женам и мамашам настанет свой черед рыдать, а мы не сеем и не пашем. За это можно все отдать. Выхожу, один я на дорогу, в старомодном ветхом шушуме. Ночь темна, пустыня внемлет богу, впрочем, речь пойдет не обо мне. На другом конце родного края, где по сопкам прыгают сурки, в эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Три ложно-классических японца, Хокусай, Басё и Яхцедрак, сговорились для восхода солнца наших отметелей только так. Хорошо, что в юбочке из плюша, всем известна слуха остротой, вышла своевременно Катюша на высокий наберег крутой. И направив прямо в сумрак ночи тысячу биноклей на оси, грянула Катюша, что есть моча, ну-ка, брысь отседа и в оси. И в догон добавила весомо слово, что не сходу вставишь в стих. Это слово к каждому знакомо, с ним везде находим мы родных. Я другой такой страны не знаю, где оно так распространено. И упали на земь самураи на груди рванувшие кимоно. По делам поганым самураям не дождется их Япона-мать. Вот как мы примерно поступаем, если враг захочет нас сломать. Вот стихотворение, которое, в общем, породило большую полемику, вообще, у него последовало несколько тех, с разных сторон, вернее, с определенной стороны, вот по идее продолжение, к этому писали, значит, статистика такая. Женщины носят чулки и колготки и равнодушны к проблемам культуры. 20% из них идиотки, 30% набитые дуры, 40% из них психопатки. Это нам в сумме дает 90%. 10% имеем в остатке. Да из этих-то выбрать непросто. АПЛОДИСМЕНТЫ Отвратительно, страшно, махнато, воплощая всемирное зло, на восток расширялась Аната, и до нас невзначай доползло. Над стороной нависло зловеще, заслонившее нам солнечный свет, и зажало железные клещи, от которых спасения нет. Мы тут сели мирно и жали, добивались рекордов в труде. На соседей мы зла не держали, мы добро мы держали в узде. Достигали различных успехов и кормили их щедрой рукой у всяких разных поляков, да чехов, что сдались нам, не знаю, монакой. А теперь наши бывшие братья, не вернув миллиардных долгов, жадные своры рванулись в объятия наших общих недавних врагов. А раз так, мы должны, я считаю, как один, всей огромной стороной, устремив свои взоры к Китаю, повернуться к Европе спиной, и слегка наклонившись при этом, брючный пояс ослабит чуток, что явится лучшим ответом расширением любым на восток. АПЛОДИСМЕНТЫ Главное есть в винегрете, что-то в нём настоящее есть. Оттого в привокзальном буфете я люблю взять да и съесть, что-то в нём от холодной закуски, что-то в нём от сумы и тюрьмы. Винегрет это очень по-русски, винегрет это в сущности мы. Есть в нём что-то на вид неказистым от немеренных наших широт. Я бы это назвал евразийством, да боюсь, что народ не поймет. АПЛОДИСМЕНТЫ Международные бандиты всех рангов, видов... Ну, единственное, могу сказать, что это створение действительно вжило. Потом, когда на нас пролился нефтяной пёщ, значит, мы России свои долги выпросли. Но тогда про это не точно не знал. Международные бандиты всех рангов, видов и мастей пытались навязать кредиты стране застенчивой моей. Хоть ей выламывали руки и раздевали догола, она терпела молча, мукину стиснув зубы не брала. И всё же, опоив дурманом под сладкий рокот МВФ, кредит всучили ей, обманом сопротивления одолев. Кто ж, соблазнив её халявой, потом использовала вовсю? Французик, жалкий и вертлявый, пляшевый щёгой, кондисю, простоволосая, босая. Она лежала на стерне и губы чёрные кусая, сжимала деньги в пятерне. Напрасно в круг в неё сомкнувшись, столпились подлые враги в надежде, что она, очнувшись, начнёт им возвращать долги. Не такова моя Россия, она свободна и горда. Ей можно что-то дать насильно, но взять обратно никогда. Средь шумной халявной тусовки, где запросто вилки крадут, я встретил небесные фасовки на диво-стерильный продукт. В углу, придулившись несмело, на периферии стола, она нечто лёгкое ела и постное что-то пила. Взирая на хрупкое чудо, мешая с бурбоном вино, я думал, откуда, откуда она здесь, вернее, оно, что общего в ней с этим местом, где зверя витает число, каким, извиняюсь, зюдвестом её в наш вертеп занесло. Между тем запустили цыганов, в гостиной затеяли штос, и рядом стоящий зюганов лепил мне дежурный засос. И я, человек закалённый и трезвый, не то, чтобы всегда, поймав её взгляд, изумлённый покрылся румянцем стыдом. Вот так, среди адского чада, в свой свет, несказанный ли я, явилась у меня хакамада, не спетая песня моя. Следующее створение, которое называется «Люди и звери», но там такое, ему предшествует такое разъяснение, значит, в пекинском зоопарке, там, где обитает панды, популяция, значит, поскольку у них снижен этот репродукционный, активный, инстинкт, короче, ну, нахреном себе это не делал мне, короче говоря, чтобы понятно было. Значит, им, да, им в их ежедневный рацион добавляют в яхту. Вот по этому, не самому поэтическому поводу, значит, я им всё такое стихотворение. В Поднебесной, хоть живут у Бога, но рожать большие мастера, на земле китайцев очень много, миллиарда с чем-то полтора. Нас кольцом китайцы окружают и угрозу миру создают. Отвернулся, глядь, уже рожают. Повернулся бы опять сною. Маленькие жёлтые китайцы, чемпионы жизни половой, ты, понимаете, даже не пытайся бедную своей головой. Нам с тобой, дружок, большим и белым, не постичь их тайны всё равно. Заниматься этим подлым делом им самой природой дано. Да чего же нация лихая? Не жалея сил, живут в грехе от Пекина, падла, до Шанхая, от Линзы до самой Хуанхер. Нет, не зря учил великий Мао, что в Европу прорубил окно. Нас, китайцев, не должно быть мало. Нас, китайцев, много быть должно. Но среди огромной этой банды прозябают, как живой укор, милые, застенчивые панды. Вот о них и будет разговор. В секитайской половой зоопарке эти звери тихие чужды. Панды обитают в зоопарке, не совокупляясь без нужды. Майскими короткими ночами, обневшись на лавочке вдвоём, Вдаль уставив с кроткими очами, думают на чём-то о своём. Нелегко им в грешном этом мире непорочность соблюдать и честь. Панд на весь Китай всего четыре, может пять. Ну пусть от силы шесть. Тщетно попечить и ресторане эту популяцию спасти. Пусть она на грани вымирания, грань приличия ей не перейти. Не в пример людскому поголовью панды любят сердцем и душой. Они занимаются любовью, как их похотливый брат большой. И проблема их воспроизводства не решить лиагрой, господа, потому что до людского скотства не дойти животным никогда. Осенний призыв называется стихотворение. Страна во власти потрясений. Народ исполнен опасений. Печаль застыла на черве. Но наступил призыв осенний, А значит жив военный гений. И снова русский Марс в седле. Рос веселится и ликует, Хотя зигзится и хукует пессимистический прогноз. Но тот, кто жизнью не рискует, А только мирных нек взыскует. Скорее, сука, чем матрос. Зажавший меч в могучей длане Спешит герой на поле брони Роднёю под руки влеком туда, К дверям военкомата, Где цвета спелого томата Его встречает военком. Вот и закончилась гражданка. Рыдай, прощай, славянка, Плачь, тальянка, гулянка, пьянка позади, А впереди теперь казарма. Такая, брат, выходит карма, Но ты не ссы, подруга, жди. Армейский быт суров и труден, Он состоит из тусклых будин, Но место подвигов всегда, Как на Руси у нас ведётся, В нём обязательно найдётся Для всех, кто ищет без труда. Вот я в забво служил когда-то, И доложу я вам, ребята, Там каждый первый был герой. Возьмём хотя бы замполита, Он залпом выпить мог пол-литра, Слегка занюхав кобурой. Полковник наш, рождённый хватом, Эстетом был и меценатом, Нечуждом женской красоте. Взяв девять взяток на мизере, Он крест поставил на карьере И умер в полной нищете. Я вспоминаю эти годы, Лишения трудностей, Незгоды, друзей прекрасных имена. Как ощущал я всей спиною, Что в полный рост стоит за мною, Моя огромная страна. Я сортир зубной щёткой драя, По стойке смирно замирая. Я вырос, возмужал окреп, Но стоя родиной на страже, На торт не поменял бы даже Её политепотом хлеб. Я ей по жизни гроб обязан, Я с ней суровой нитью связан До полного скончания дней. Она зовёт меня к ответу. А где ответ? Ответа нету. Одни вопросы только к ней. АПЛОДИСМЕНТЫ Не знаю, как у вас в электростале, У нас в электроугле. Благодать. Мы не напрасно здесь произрастали, И если что, готовы жизнь отдать. В электроуглях дивные рассветы, А на закате стелется туман. Здесь все, кто не художники, поэты, И каждый третий скрытый клептоман. Здесь редко бреют женщины подмышки, Предпочитая дикую красу. О тампаксах тут знают понаслышке, Но свято верят в аспирин у псу. Хотя земля имеет форму шара, Но здесь она значительно круглее. Что добавляет, согласитесь, Шарма, абориген, электроуглей. Здесь воздух электричеством насыщен. Здесь от напряжения стонут провода. В электроуглях мог бы жить поприще. Он, впрочем, здесь бывает иногда. Но если скажет вам электросталец, Что жизнь у нас как минимум не мед, Ему любой покажет средний палец, И он, уверен, правильно поймет. Невольно вспоминаю Николая Петровича, Учителя труда. Он сам того нисколько не желая Сумел привить на долгие годы Мне ненависть такой высокой пробы К общественно полезному труду, Что могут ощутить лишь юдафобы, Узревшие Давидову звезду. Явевшись в класс на утро после пьянки, И в воду дав трясущимся рукам, Он раздавал тяжелые киянки Трясущимся своим ученикам. По детским пальцам, Ею попадая на этот ревянный молоток, Всем сердцем ощущал уже тогда, И насколько будет мир ко мне жесток. Склонясь в халате синим над тисками, Я твердо знал, предчувствуя судьбу, Что мне свой хлеб не добывать руками, Пахать придется на чужом горбу, На нем же въехать в райскую обитель Мне суждено, когда настанет срок. Прими же благодарность, О, учитель, за твой когда-то данный мне урок, Что не служил я емщиком на почве, Что тяжкий молот выше не вздымал, Твой прах истлел на алкогольной почве, Но ты судьбу мою не поломал, Ты мне духовных мир открыл сокровищ, Часам того не ведает тогда Простой советский Николай Петрович, Учитель ненавистного труда. Я вернулся в мой город, Знакомый до слез, Но, боюсь, не сюда меня поезд Привез я стою, И глаза в изумлении тру, И сомнения сверлят в мозговую кору, То ли зрение обман приключился со мной, То ли так изменился мой город родной, Изменения этим мне странно весьма, Вроде улицы те же, и те же дома, Но толкутся вокруг, В деловой суете, Совершенно скажу я вам, люди не те, Все они, как один на подбор молодцы, Не в глазах их привычной московской линцы, В них скорее, как писал сумасшедший еврей, Рыбий жир ленинградских ночных фонарей, Кто же им подарил от столицы ключи, Как не мы, дорогие мои москвичи, Оказался милей нам чухонский гранит, Чем румяная свежесть московских ланит, Над столицей Балтийские дуют ветра, Над Москвой монумент кромоздица Петра, Лишь Георгий святой, В мыслях весь о своем, Безучастно в носу ковыряет копьем. Хочу, друзья, поговорить о личном, А вы меня послушайте о нем. Немало станций есть в метро столичном, Растет число их с каждым новым днем. Но лишь одно я повторяю имя, Куда б судьба меня не занесла, К ней обращаюсь мыслями своими, Забросив все насущные дела. Лишенная изысков и приманок, Убранством взор она не поразит, Не станция, скорее полустанка, Не всякий пояс здесь затормозит, А мне для счастья большего Не надо, чем соскочить С подножки на ходу. Таганская, души моей отрада, Как с юности я с нее встречи жду. Пусть стены сплошь, А там ремонт тогда был, В разводах желтых пятен, Пускай протек местами потолок, Но как же сердцу близок и приятен Глухой, забытый богом уголок. Все мне в Таганской дорого и мило, Любая кочка, бугорок любой, Она меня споила и скормила, На труд благословила и на бой, На ней любимый назначал свидание, По ней гонял с друзьями голубей, Ушедших лет забытое предание, Не вытравите сердце, хоть убей, Мы с ней одной связаны судьбою, С нее в бессмертии начал я полет, Не от того ли все чаще, Меж собой народ ее иртеневский зовет, То там во тьме мелькают шпалы, Электроток бежит по проводам, И машинист, сжимая сталь штурвала, Стихи мои читает по складам. Ночь на пятке наступает, Лечь бы спать, да с ног долой, Что ж мне сердце клупает Заржавелый углой, В чем тоски, Где тоски мои причины, В чем погрешности мои, Состоятельный мужчина, Постоянный член семьи, Чист душою, нравом кроток, Бабок выше головы, Плюс участок десять соток В часе лету от Москвы, Жить да жить, Летя сквозь годы На каком-нибудь коне, Но гражданские свободы Не дают покоя мне, От того-то до рассвета Не смыкаю корих глаз, И не зря меня за это Ненавидит средний класс. Ну вот уже мы, собственно, Первый том Уже почти и заканчиваем. И заканчивается он Таким стежком, Но на такой ноте Уж не самое оптимистическое заканчивается, А собственно там Чего радуется-то особо. Здесь можно жить, Причем неплохо жить, Скажу вам больше, Жить здесь можно сладко, Но как и чем-то право заслужить, Большая и отдельная загадка. Здесь на такие пики Можно влезть, От вида коих голова кружится, Как в Греции Здесь все буквально есть Для тех, кто здесь Сподобился прижиться, Но чувства добрые Здесь миры пробуждать В благословенном этом месте, Боюсь, придется с этим Обождать лет сто, А как бы и не двести. Ну вот, если... Я почитал просто, Что в первом томе Я для этой программы Отобрал 49 стежков. А из второго... Ну там просто по годам Так получается, У меня стихов-то много, Но далеко не все из них Как бы я здесь Просто включил. А из второго тома Я прочту всего, значит, Сейчас скажу, сколько? Фиктор, 18. Вот. Ну и посмотрим, значит, Как у нас тогда Получится со временем. Но вот их-то как раз Сейчас буду читать Не на память, А значит, А значит, заглядываю. Ну что я, правда, помню? Что-то помню и так Что мы знаем О хай-теке? Да и считай, что ничего. Мы простые человеки Проживем и без него От него одни лишь беды До стагнации лма Без хай-тека Наши деды Крепко ставили дома Хлеб пекли Детей родили Звери били На повал Без хай-тека Баб водили Под усты на сеновал Разгромили Разгромили атаманов Разогнали воевод Перебили англоманов Что мутили зря народ А вот древние ацтеки Нашим предкам не сродни Эти знали Толк в хай-теке Ну и где теперь они? Баллада о здоровом режиме Свободы идеи святой одержим Трудов не жалея и сил Я стрелы метал в ненавистный режим Но ветер и вдаль относил И словно отважный герой Чингач Гух Я снова В которую шраз Натягивал туго свой репчатый лук И левый прищуривал глаз И ворон кружил В небесах надо мной Почуяв добычу свою И конь подо мною Плясал вороной Не раз вручавший в бою И снова со мной Приключалась беда Все та же Хотя и одна И снова Летела туда Летела стрела не туда Куда по идее должна Мой конь притомился И я постарел И ворон от голода сдох И сколько на ветер Тех пущен и стрел Один только ведает бог А сколько напрасно Наловано дров Их счет на вагоны идет А что за режим Он румян и здоров И нового лучника ждет Нактюрна значит говоришь Катурна Хайдеггер говоришь Рэмбо слебо А вот к примеру Харкнуть мимо урны Тебе признайся Было бы слабо А мне так нет И пусть мы антиподы Исколь меня ты не считаешь Жлобом Но я хозяин Собственной свободы А ты свои Так и помрешь Рабом Году так Наверное Лет наверное Больше чем 10 уже Лет 19 назад Меня занесло Совершенно В немыслимое место Гваделуп Потому что раньше Как бы Совершенно Японская детская книжка Марка страны Гваделупа Вот И какими-то чудом Я в составе Такой журналист Туристической группы С хорошими своими дружками Один из которых Здесь Игорь Сынаренко Где-то здесь В темноте сидит Вот Значит Я там Оказался А второй Был еще Сережа Сыгар Который сейчас здесь К сожалению Он значит В Крыму там Хотя он не крымношист Но Есть основания Такие Владелец Да Он владелец Значит Ну да Ну так короче Гваделупа Это остров такой Я не знал это точно Экзотический Экзотический? Экзотический А Экзотический 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 И в самую мощную лупу В оптический Самый прибор Едва Различит Гваделупу На карте планеты Наразор Названием своим Шаловливым Шаловливым Нас в краску Вгоняет она Но я как младенец Счастливым Себя ощутил Здесь сполна Соленые брызги Хоть думал Хоть думал Что это река Не все здесь Покуда В новинку Кокос Авокадо Банан Себя как Россию Кровинку Я влил В мировой океан И пусть Прозвучит это глупо Но сердце Сердцем Отчизм Любя Я сыном Твоим Гваделупа Отмени считаю Себя Прими же меня Гваделупа Как родина Милый Привет Надеюсь Не дашь ты Отлупа Преебую На старый стелезм Народ Дешевой водкой Травится Мне Обидно за него Хотя мне тоже Водка Нравится Хотя и Более А Да Народ дешевой водкой Травится И мне тревожно За него Хотя Мне тоже Водка Нравится И даже Более Того Но я Придерживаюсь Мнения Что в состоянии Любой Из многих Стадий Опьянения Должны Мы властвовать С собой Чем бегать Топором За тещу Кричая Вслед Урою Блять Не лучше Весеннюю Рощу Подружку С нею Погулять Вот я С собой Примеру Властвую Для так Что Любов Посмотреть И до сих пор Живую Здравствую Хоть мог Давно бы Помереть А кто Не может Контролировать Себя Напившись До чертей Тех надо Строго Изолировать Включая Женщин И детей И там По месту Заключения Взять Тоже скажем Колыму Успешно Подвергать Лечению Тех Кто Подвержены Ему А тех Кто нет Стерилизацию По полной Схеме Провести А как Еще Скажите Нацию От вымирания Спасти Жена Моя Алла Борисовна Боша Все время Моется Меняет Каждый День Белье Когда же Только Успокоиться Душами Тех Женщин С утра Посуда Вся Помытая Соренки Не найти Соренки Не найти В дому Конечно Не противник Бытли Она Должен быть Предел Всему Мельчистота Моя Моральная Ее Физическая Важнее Машина Хорошая Спиральная Но Счастье Все-таки Не в ней Да Я ношу Футболки Потные И сплю Бывает Что в поэту Не все Поэты Частотловные Нас и любят Не зато Показаться Может При первом Взгляде Что пишу Стихи О корысти Ради Из одной Лишь Только К наживе Страсти Это верно Наверное Но Лишь Отчасти Денег Тех Что за них Мне сегодня Платят На пальто Жене Один Черт Не хватит Не беда Пусть Старым Пока Походит Чем Одну Вкутрепать По такой Погоде Кто Считает Что я Пишу Для Славы Полагаю Тоже Не сильно Правы Она есть Сегодня Завтра Мне эту Ну и Смысл Заваривать Кашу Эту У кого-то Может Разникнуть Чувство Что пишу Я их Во имя Искусства Но меня Корежит При этом Слове Так что Чувство Ложно В самой Основе Есть еще Подозрения Причем Большие Что пишу Свои Стихи Для души Я Но пришел К убеждению Уже Давное Что душа Есть пар И ничто Иное Так что Должен вам Признаться Открыто Что не знает Где тут Собака Зарыта Но признаюсь Сильно Меня расстроит Если кто-то Ее Невзначай Отроет На этом месте Какое-то время Назад Был Братский Союз Нерушимых Народов И остался Плохо Охраняемый Склад Углеводородов Наука И доказано Что народы Отбыв Свой срок До последнего Вздоха В итоге Превращается В углеводород Это нехорошо И неплохо Это лишь Констатация Реального факта А не победа Чего-то С кем-то В борьбе И все равно От этого Как-то Не по себе Согласитесь Не самая Приятная фаза Хотя Неизбежно Видимо Переход Состояния Жидкости Или газа Из состояния Мыслящего Индивидуума Всем Предстоит Лежать В ограбе Цикл Завершив Оборота Но чтобы Гнали тебя Потом по трубе Это уж Ни в какие Ворота Эта мысль Постоянно Меня занимает Заполняет Все мое Существо Молодежь Как-то Этого Не понимает Молодежи Как-то Не до того Человек я сам Хороший Даже Лучше Чем поэт Но с моральной Этой ножей Мне На свете Счастья Нет Человек я сам Хороший Даже лучше Чем поэт Но с моральной Этой ножей Мне на свете Счастья Много лет Пишу стихи И сказать Могу одно Хоть стихи Мои плохие Люди Хуже Все равно Как мечтаю Я о чуде Как желаю Я того Чтобы вдруг Плохие люди Сдохли Все до одного Сдохли Жены Их И дети И собаки И коты И остались бы На свете Только я И только ты Чтобы было Нам с тобою Сухо Сытно И тепло Чтобы желание В любое Чтобы желание Любое В раз Исполниться Могло Чтобы праздник Не кончался Чтоб Однажды На ночлег В нашу дверь Не постучался Нехороший человек А эти стихи Они посвящены Памяти моего отца Гвардии старшего лейтенанта Моисея Довича Рабиновича Они совсем не смешны Вот И я их каждый раз В несколько лет С тех пор Как они были написаны Вывешиваю себя Значную страницу В фейсбуке Девятого мая В неотвязном Мне видится сне Как идет мой отец По войне Спотыкаясь На землю Валясь Утыкаясь В дорожную грязь Но опять Поднимая Себя С гимнастерки Ее Отскребя Он идет Как заклятый По ней Ему Все страшнее И страшнее А ему С каждым Шагом Страшней Ведь кругом Только смерть И война Остальное Все тонет В дыму И сквозь дым Тут победа Видна Только мне Но едва Благодарю И АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю Ну, наверное, думаю, так сказать, все, наверное, из вас видели этот проект замечательный, Дима Быкова, Васильева Михайловна Тремова, гражданин-поэт, все мы все знали его принцип, там, с книжным, бралось какое-то хрестоматевное там стихотворение, и осовременивалось, значит, и все. Вот, но в том первой подаче, которая, значит, была тогда, потом они все-таки наверстали, но тогда этого стихотворения не было, там они прошли, тогда проскочили мимо стихотворения, знаменитого стихотворения Маяковского «Разговор с товарищем Лениным», и я тогда же, значит, его решил осовременить и написал стихотворение «Разговор с товарищем Путиным». День отошел, словно в воздух, нет, день отошел, как предчувствие смутен, солнца луч догорел в окне, двое в комнате, я и Путин, и кто из нас, кто, непонятный мне. За это время он стал, по сути, моим альтер-эго, меня не спросясь, мое подсознание опутал Путин, вступившись с ним в преступную связь. Облик его величавый и строгий, взгляд внимательный, как у врача, напомнил мне с детства любимые стройки другого Владимира Владимировича. И я, на стул подстелив газету, чтобы обивку его сберечь, стал и позу приняв поэта, начал такими словами речь. «Товарищ Путин, я вам докладываю, не по службе, а по душе, душе населения, что когда-то вы радовали, но, если честно, не радуете уже. Владимир Владимирович, обращаюсь к вам редко, в ваше время безмерно ценя, но есть такой овощ, горькая редька, надеюсь, поняли вы меня. «Товарищ Путин, по фабрикам дымным, по фермам бесчисленным всех мастей, ваше, когда-то любимым именем, сегодня мамаши пугают детей. «Товарищ Путин, прошу вас слезно, пока работают тормоза, товарищ Путин, пока не поздно, я прородал». Я открыл глаза, ночь за окном, черный воздух мутен, милая Русь, по горло в говне, из телевизора пелится Путин. «Блин, лучше бы помер я, Василий». Ну, вот вы, наверное, знаете, что в свое время Дума принял закон, который я сегодня многократно уже нарушал предполагающий несколько раз нарушить по ходу выступления. Значит, о запрете так называемой, как называется она, абсценной лексики. Да. Значит, вот Игорь Белый, который издал мою книжку, за что ему большое спасибо, значит, он... Сейчас можно даже, даже с отточьями нельзя, значит, печатать эти стихи. Игорь абсолютно все сохранил в первозданном виде, если этот вид можно назвать первозданным. Вот. И поэтому во всем, значит, блеске эта лексика на страницах этой книжки представлена. Да. А, собственно, стихотворение вот о чем. Как мне закон воспринимать права урезавшей поэты? Выходит так, что вашу мать я не смогу теперь вот это в прошедшем времени глагол посредством коего родятся. Язык без мата столь же волк, как тот, чем на ежа садятся. А как нам, кстати, с нею быть? Она же у нас всему основу. Вы что ж, прикажете забыть нам коренное это слово? Ведь без него никуда, ни в Красную Армию, ни в эту, что именуется. Ну да, нет, теперь и речи нет. Как и об этом, как его, ну, этот, там орган, что свой утратил статус... А, это непотребный орган, что свой утратил статус-кво и стал унижен и обоган. О мой язык, как ты померк, ты весь на грани вымирания, вымерзания. За что наш президент подверг тебя такому обрезанию? Мужик и палец, басня. Это не заслужено забыть, если жанр, который я чрезвычайно очень почитаю. Вот время от времени к нему обращаюсь. Итак, мужик и палец. Один мужик, по жизни португалец, однажды без труда себе засунул средний палец, не будем говорить куда. Ему, наверное, просто стало интересно, просторно будет пальцу там или тесно. Потом его неоднократно пытался вытащить обратно, увы, безрезультатно. Так он и ходит с пальцем в этой самой, являясь иллюстрацией живой, того, как любопытство обернуться может драмой, коль палец у тебя кривой. Мораль, кто пальцы сильно загибает, бывает, что потом по полной огребает. АПЛОДИСМЕНТЫ Он такой, короче, внеплавливый, но я прочту, что на нем открыл. Тут нам голову меняли, как положено, раз в год, а меня не позвали, и так сказали ему, сойдет. Ты ж у нас с того гляди, ты уж с этой доходи. А вот еще, кстати, немножко это, чуть-чуть расширю программу. Это кто всю ночь без сна, без воды и света лепит шарик из говна? Уж не я ли это? Если ж нет, то кто тогда вызывает трепет результатами труда шарик этот лепит? Может кто-нибудь из вас, ловко и умело, не смыкая корей глаз, впрягся в это дело? Чтобы время в декабре не текло без толку, чтобы было детворее, чем украсить лепит. Ветер воет протяжно в печной трубе, дом до стука зубов вымерзает к утру. Я считаю, что это происки ФСБ. Жена утверждает, что ЦРУ. Она меня старше на 30 лет и весит в трое больше, чем я. Так что споря с ней смысла особого нет. У нее своя семья, у меня своя. Друзья считают, что я идиолог, поскольку женился когда-то на ней. У нее другое мнение на этот счет, хотя друзьям, наверное, виднее. Когда-нибудь мы друг друга убьем, но это когда еще? А пока нам есть о чем поболтать с ней вдвоем за рюмкой доброго коляка. За окном сгустился сумрак сизый, опустился на луга туман. Растопи-ка бабка телевизор, да протри бархотку в экране. Раньше, помнишь, был он черно-белый, а теперь, гляди-ка, весь цветной. Мир внутри него запрятан целый, но какой-то, скажем так, иной. Сейчас я его открою, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Да вот это было, ну что за то? Ну все свои, да? За окном сгустился сумрак сизый, опустился на луга туман. Растопи-ка бабка телевизор, да протри бархотку в экране. Раньше, помнишь, был он черно-белый, а теперь, гляди-ка, весь цветной. Мир внутри его запрятан целый, но какой-то, скажем так, иной. Что еще нам в этой жизни надо, чтобы старость встретить по-людски? Он утиха наша и от рада. Лучшее лекарство от тоски, перхоти, поносов и запоров, чтобы кореть им всем троим в аду. По нему поет Филипп Киркоров, и балет танцуется на льду. Он у нас за место спаса в доме, Господи помилуй и прости. Ничего не нажили мы, кроме как его, на жизненном пути. Но гордым и славными делами и своей великой судьбой Некрасная изба у нас углами. Да и херба святой избы. А вот там Андрюшка Антелла сидит. Пока ты ищешь, он бы пел. Отлично. А ты танцевал что-нибудь. А ты танцевал. Когда я был суровым ратником советской армии-солдатом, страна меня снабдила ватником, но назвала его бушлатом, видать, предчувствуя заранее, что с ватником тем может статься и, скорее всего, во избежание той негативной коннотации, которая это слово незаслуженно приобрела впоследствии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, можно еще там несколько прочесть, да? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу написать стишок, а вот мы на нем, пожалуй, тогда и закончим. Хочу написать стишок, такой, чтобы всю страну вдруг поразил культурный шок во всю ее длину. Чтобы от Бреста докурил, хоть Брест пока не наш, все население покорил мой дерзкий эпатаж. Чтобы мне... Сейчас. Сейчас пою. Не надо, не надо, я сейчас найду, не надо. Не надо. Мой дерзкий эпатаж. Чтоб юный друг степей калмык, И враг полей хомяк, Один с катушек разом брык, Другой как куль обмяк. Чтоб мне протыриться в Фейсбук, Какой он там мне есть, И каждый мыслящий бамбук стишок мой смог прочесть. Чтоб наяву, а не во сне, Меня признал любой, А те, кто не давали мне, покончили с собой. Спасибо большое. Ну что, друзья, значит переходим... Да, вот я понимаю, что готовся ломануться на фуршет. Какой фуршет торговля? Вот я и говорю. Да, ну, значит, до этого момента давайте, ну, все-таки, если кто хочет, я, значит, может, обрести на фишку. Да, в том же стоит тысячу рублей, но, поверьте, они того стоят.